Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Чердак Норбл. Около-то день, уколо-то ночь, уколо-то утро, уколо-то вечер. Продолжаем чертить, открывать поляны, круги рисовать и прочее, прочее, заниматься нечистью в черной книге. Я не знаю, как мы будем сейчас открывать четвертую лучшую печать, когда у нас здоровья нету. Погнали, тут у нас какие-то покинуть местность, травушки, да, тут собрать можно. Трава, ну давай, кукушечи слезы, хорошо. С ними можно пополтать, да, с ними можно пополтать. Кто здесь еще есть? А, тут прям так вот локация. Трава, давай. Ну давай хотя бы трав насобираем. Здоровье хоть попомним. Да, кстати, можно будет, ну ну-ка, что это такое? Что там пишет? А ты серьезно вот так вот доходишь? Она получается только с этого не станет. Ваши мысли возвращаются к свадебному дню, когда вы искали травы. Вы вспоминаете истории, которые вам рассказывал дед Егор про колдунов, проигравших свадку. Вы никогда не думали, что такое может произойти и с вами? Так мы-то выиграли схватку, подожди, мы же ее не проиграли. Дока на доку. А у дядьки Макара и дядьки Никиты аж испарина выступил, а глаза раскраснились. Вдруг Никита как мешок обняк. Ой, что с ним Макар-то творил? К ножке лоха не привязывал. Это с вами так привязывают, но не веревкой. И поросячье пойло заставлял хлебать. Еще сажу печную заставлял черпать и умываться ею. Взмолвился Никита, а Макар ему. Вот так-то тебе по делу. Ступай, только рожу до утра не мой. А мне сказал, видел Егорушка? Забудь, никому не рассказывай. Жесткие ребята. Так, траву, может быть сразу ее съедим? У меня 16 здоровья всего, давай. Давай еще. Не буду ждать битвы и дожидаться в битве, так сказать, принимать здоровье, потому что надо хотя бы счастье так продолжить. Так, это покинуть местность. Подожди, мы еще с мальчиком не поговорили. Там еще, наверное, какие-нибудь травы можно понабрать. Я надеюсь. Да, смотри. Знать бы, сколько мне еще нужно этих кушечек слез, так бы я бы тоже использовал бы чуть-чуть для регенерации себе. Ух ты. Фига себе. Вот так на превьюшку пойдешь? Нет, вот так, смотри. Вот красотка. Пока вот так поближе вот. Забавная такая. Василисушка. Вот, молодец, все. Зафиксировали. Так, а что еще есть? День травы нету у нас. Локация-то большая, только больше ничего такого не вижу. Давай у пацана спросим. Мальчик, ну-ка. Я плохо помню, что было до того, как меня дедушка водил. Где мы жили-то, Василиса? Покчинский ты, Петька. Вспомнит. Со временем. Я такое встречал уже. Одного охотника-шураля водил. Но тот так толком и не отошел. А этот еще молодой. Оправится. Ничего, Петька. Мы тебя поладим, все вспомнишь. Я домой хочу, Васю, к матушке. Так, а она у нее тоже, да? Превратилась, типа, я просто не в курсе. Так, еще кукушечи слезы набрали. Так, ну и все. Я просто, блин, еще бы отдам его, отдам его бы траву бы найти. Ой, было бы неплохо. Ну, что там, мне подозревается, что больше тут ничего и нету. Тут зачем-то вот такую делают мне вид. А больше, как бы, и ничего. Ладно, тогда погнали. Что делать-то? Так даже будет заставочка. Да нет, конечно, мне здоровья нету. Сомнения. Во-во. Во-во. Вот я и думаю, что ты не готова. Свадьбу твою испортили. Да и у подножия ты его упустила. Почему здесь иначе будет? Ну? Ай, нам нельзя его упустить. Знаю, как нам быть. Давай, помогай. Лесовой силу свою берет из леса. Лес силен по-людски. Силен и он. Нам нужно поджечь деревья. Тут поджечь, у верхушки. Тогда шурале ослабнет. А лаберга не уйдет. Ну, как дальше. Ой. Если я подожгу лес, грехов будет 500 миллиардов штук. И по идее, мне бы поджечь его. Но у меня грехи накопятся. Это капец. Там же если я подожгу лес, погибнут зверушки, людишки и прочие всякие дела, не поджигать. Ты чё, какой грех удуман? Лес тебя самого кормит. Ладно. Поступай, как знаешь. Ну, это зря. Мы его не сможем победить, скорее всего. Но у меня здоровья нет, ребята. Либо это надо как бы переигрывать всю серию, я не знаю. Ну, либо что делать. Ещё непонятно, сколько мне этой адамовой травы надо насобирать. Ну-ка. Так, давай. Давай-ка я смотри. Одну-то, наверное, возьму, съем. Но я думаю, ничего такого не... А что я сделал? Я всю ее съел, погоди. Ну, блин, я ее всю, получается, съел. А толком ничего не пришлось. Как так получилось, непонятно. Ладно, получается, ее только можно в бою использовать. Хорошо. Мальчик что-то стоит, говорит, давай. Васенька, мне страшно тут. Когда мы домой-то вернемся? Кстати, мне интересно, что на всех взрослых отпускает домой до Покчи, там, до Покчи. А почему-то Петьку не отпускает. Хватит плакаться! Радуйся, что вообще живой! Мальчик закусывает губу и прячет слезы за изодранным рукавом своей рубахи. Зваю, Василисушка, там у нас. Так, погоди, погоди, что там? А, чердень? Давай посмотрим. Да, блин, ну, смотри, ты... Где-то там чердень, не разберешь. Понято. А тут, получается, только из-за одной травы, да, я сюда пришел. Ну, я понимаю, что, скорее всего, блин, там прямо задница нас ждет. Огромная. Никакие мне карты не... Поведет к самой вершине. Ну, все, погнали. Погнали. Железный запах крови не предвещает ничего доброго. Вы ускоряете шаг, но вдруг замираете. Впереди обороти. В его оскаленной пасти не хватает клыка, а горящий взор почти лишился остатков человечества. То есть, одного вы все-таки не спасли, да? Волкалак неумолимо приближается. Он смотрит из-под лобья, оценивая вашу силу. Мне будет трудно достучаться до человека, что под этой шкурой. Как же к нему обратиться? Ой, подожди. Кто это такой-то? Это либо... Ну, Петька быть не может. Это либо Николай, либо Федька, либо Самсон. Здесь по-любасу надо это... Подсказкой воспользоваться. Я думаю, что это Федька. Но это может быть как Николай, так и... И Самсон. Подожди. Самсон же на свадьбе был, был, убежал. Николай тоже на свадьбе был. И Федька тоже был. Скорее всего, это Федька. Это не волчонок. Да и одежда вроде нестанционного смотрителя. А что за одежда-то у него? Я вот вообще не понимаю, что это за одежда за такая. Что это, правда, за такая одежда? Ну, это, получается, Федька. Федька. Так ты чё? Не помнишь меня-то? Понятно, это гармонист. Поступ волкалака замедляется. В его взоре появляется смятение. Кажется, вы на верном пути. Чтобы ему напомнить, чтобы он из волчьего обличия захотел вылезти. Чё он любил в жизни-то делать? Музыку он любил. Хватит зверем прикидываться, Фёдор. Ты же игрок. Волчьими лапами гармошку держать будешь? Игрок, искустоисполнитель на музыкальном инструменте. От ваших слов оборотень отскакивает словно ошпаренный. Но затем трясёт головой и вновь устремляется в наступление. Ты, Федька, погибнешь волком-то. Только терять всё будешь. Гармошки нет уже. Да и не только её. Пойдём со мной. Я тебе так и помогу всё вернуть. Что Федька потерял, и я могу ему возвернуть? Клык потерял. Гармонь потерял. Ну, клык он потерял. Я могу его вернуть, он у меня есть. Гляди-ка, что у меня есть. Это ты ведь в гармошке оставил? Оборотень опасливо приближается к вам и покорно ждёт завершения обряда. Может быть, без битв будет? На ваших глазах дикий зверь превращается обратно в Федьку гармоничную. Ой, ну, слава. Слава всем. Так, давай. Ой-ой, господи. Чё происходит? Где я? Смотри-ка, смогли его обратно вернуть. Вот у него какая одежда, я её не узнал. Свадьбу спортили. Обернули жениха, да ещё кое-кого. Сейчас наладится всё. Такой мечтой стал. Свадьбу? Николаеву? Чё-то я перепил на посидёнке на медне, видать. Ты чё помнишь последнее-то? С тобой мы говорили на телеге. Ох, ну хоть память не отшибла. Не ел, значит, волчьей пищи-то. Успела. Господи, помилуй. Где это мы? Что-то я головой ушибся, а ли как ли... Погоди, Фёдор. Потом поговорим. Ты вон за парнем этим присмотри. У меня ещё дела тут есть. Здоровье мне верни. За мной ходить не вздумай. Опасно тут. Здоровье возвратите мне. Чё-то я ничего не пойму. Потом всё объясню. Ой. У самой вершины зияет чернильный провал пещеры. Резко выделяющийся на фоне безжалостного лесного пожара. У входа вас дожидается Айрат, задумчиво всматриваясь в темноту. Это он поджог. У меня грехов не должно быть. Не уйдёт от нас, Шурале. И за свадьбу ответит. И за сокола. И за мою семью. Ты в своём уме сжигаешь лес, что тебя же и кормит. Кормит? Он меня кормит? Да хоть бы и так. Ну что моя жизнь? Что жизнь других? Когда он утягивает всех в бездну. Я не буду скотом, которого выкармливают на убой. Смотри. Смотри в провал. Видишь мрак? Пусть все твои дьяки зайдут туда со свечами. Они не прогонят его. Думаешь, мы можем с ним договориться? Он не скажет ни слова. Дикий как ночь. Как северный ветер. Что мы для него? Подлёсок, гниль. С ним не договоришься. А вот отомстить можно. Айрат. Нет. Спортили бы твою свадьбу без этого беса. Стали бы они волками. Думаю, нет. Он этого хотел. Он это получил. А теперь пирует их душами и смеется над нами. Айрат-то какой обиженный. Смотри-ка. Айрат делает шаг и скрывается в тёмном провале пещеры. Он бы мне в битве помог своим соколом. А то просто... Вы пытаетесь догнать охотника, но он ускользает, словно во сне. Охваченный пламенем полумрак пахнет кровью и горящим лесом. В глубине пещеры вы находите волчьего пастыря и оборотня в изорванном солдатском мундире. Рядом с ними стая волков, а у их лап тело Айрата. Чё, убили что ли? Блин. А как быть-то? Что с Айратом? Опять этот придурочный. Он не оставил выбора моему стаду. Кто ты такой? Думаю, тебе это и так известно. Ты часто меня в своих заговорах поминал. Леший, леший. Вот этот, который понял. Волчий пастырь. Айрат говорил, что ты убил его жену. Теперь и до него добрался? Убил его жену? Он так считал, но это ложь. Ты сама знаешь, что я не из нечисти. Ну да, мы с ним дрались. Я помню, что произошло. В той смерти виноват огненный бес. Ведаю, и кто виноват. Только думаю, ты узнать не готова. А ты не в обиде на нас, что мы тебя уже били? Готова. Кто насылает бесов, ты сама знаешь. А тот бес, от него запах твоего колдовства. Но я тогда еще не была колдуньей. Да, ты была слишком юна. Но твоими бесами владел другой колдун. Егор, дед. Не может быть. Понятно. Не, у нас Николаюшка не такой. Ну, будь по-твоему. Не зря же ты проделала этот путь. Забирай, Николая. А мне пора. На ваших глазах волчий пастырь растворяется в едком дыму пожара, словно его и не было. Вы быстро проводите обряд над Николаем. Николай открывает глаза. Но прежде чем вы успеваете что-то сказать, черная книга вырывается из ваших рук. Еще одна печать открыта. То есть, получается, мы ее открыли, не поджигав лес. То есть, получается, если бы мы подожгли лес, тогда бы мы бились. Я так понял. Печать открывается со вспышкой и всплеском сил. Вы осматриваетесь. Кажется, пожары, древнее колдовство, начинают разрушать эту пещеру. Нужно бежать. Открывай! Поздравляю! Держитесь! Телеги вот-вот перевернутся! А вот ты что, меня боишься? О, Василиса? Что? Пожар? Господи, Иисусе! Ты не ел ничего! При памяти! Хоть одна хорошая новость. Кажется, я с невестой, мы под венец ехали с поездом. Все так. Спортили нас. Не уберегла я. Спортили? Это как? Где мы? В волков поезд обратили, Коля. Кажется, пещера может обвалиться. Я объясню все позже. Нам нужно выбираться. Погнали! Так, получено достижение волк. Беги! Фига себе спецэффекты поперли. Фига себе! Так, это... А, сейчас нас этот вызовет. Понятно. Который скажет, ты четвертую печать открыла. Свидание с этим. Самым главным. Нет? Нет, оказывается. Глава четвертая, как леший по лесу ходит. Водит. Вот мы до главы четвертой с вами добрались. Ну, ё-моё. Ау! Есть кто-нибудь? Прошка! Холодный какой туман. Мне нужно выбираться. Вроде бы на запад к Чердани. Так, а где тут запад? Может быть, если выйду на поляну, пойму? Так, она одна осталась. Понятно. Ой, перстень с чертями. Смотри. Этого забрали? Этого забрали? Так, тогда смотри. Вот этого Андрейку я отправляю на бессмысленную работу. Где этот Андрейка? Вот он. Отправить. И вот этого Андропка. Тоже опасный черт. Отправить. Ну, потому что остальные все как бы... У него что получается, я его... А, уже не понять. Он, короче, стойкость к регенерации, что ли, мне не дает. Карта. Выбраться из леса. Это меня леший вводит. Понятно. Черная книга. Хорошо. Я пока третью колоду использую. Ладно. А вот и четвертая полчья печать. Тут какие у нас... Атаманушка-бабушка. Ветийство. Увеличивает количество... Ух, какой прикольный. Силофию. Увеличивает свою защиту на 3. Река Амур. Амур. Нанесите урон равный потере здоровья в прошлом ходе. То есть, если нас сильно ударили. Во век века. Складная слабость 2 всем противникам. Кстати, хорошая, хорошая тема, хорошая. Если что, мы это все возьмем с тобой. Но пока... Пускай так будет, как есть. Так, черная книга. Все, мы тут... Ммм... Пошли в путь. Так, вы потеряли сознание и очутились в незнакомом лесу. Теперь нужно выйти из него в выход. Так, странный овраг, деревня в Марьеве, фигуры под пеленою. Ну, давай все изучать, в принципе-то. Там какие-то силуэты виднеются. Крестьяне на полевые работают. Погнали. Сейчас все обойдем. Ух. Ну, хоть драться не пришлось с волком. Так. Так. Поведение в лесу. У того, кто соблюдает все правила поведения в лесу, есть шанс получить помощь лешего. В противном случае, хозяин леса может и наказать. Завести в чаще, украсть дорогу. И не дай бог попасть его избу. В ней живут проклятые материнской клятвой дети, которым в неурочный час было сказано «Унеси тебя, лешак». Там же опитают заплутавшие в лесу женщины, которых никто не ищет. Они становятся детьми и женами своего нравного духа. Для поиска пропавших в лесу крестьяне развешивали на деревьях красной ленточки, чтобы человек мог найти украденную нечистосилу дорогу. Как по отношению лешему на пеньки ставили чекушку, водки и хлеб на белом полотне. Так, вот. Тут у нас леший будет плутать. Надо внимательно все это слушать. Ой. То есть я как выпал. То есть получается новая карта, да, сразу. Ой. Бурелом. Старый сос. Ну хоть здоровье восстановили, хорошо. Даже не знаю куда идти. Тут получается везде свой путь. Знаете, что еще подумал? Что скорее всего, скорее всего, у меня получилось развилка, да. Когда я лес не стал поджигать, я выбрал как бы правильный путь. Я сохранил грехи. И соответственно, этот вот волчья печать. Леший там волк забрал Айрата, но нас как бы не тронул, мы драться не стали. А если бы я, наверное, поджег бы лес, то у меня бы грехи бы вознеслись. Но тогда бы Айрат бы скорее всего живой остался. И мы бы дрались бы вот с этим вот, кто там, не знаю, волк или кто там был главный этот. Я не знаю, ну вниз опять идти. Давай сюда, всего ты в дымке. Опять какие-то фигуры видны. Уж небес ли меня будет. Давай, пойдем, сходим. У меня здоровье полное, мы бы драться. Ведки хватают вас за сарафан и закрывают дорогу. Через миг вы понимаете, что попали в засаду лесной нечисти. К бою. Первый бой за эту серию. Кто-то такие вообще шипы. Ё-моё. 22 урона, нифига себе. Так, порча у меня еще есть. Так, сглаз давай на этого. Да, давай сглаз. Затем. Этот чё делает? 10 при получении урона. Чё-то я не понимаю, как это работает. Ну да ладно. Слабость. Давай на этого. Хотя нет, давай. На этого слабость. Можно еще порчи всякие им наделать. Так, это на 4 себе здоровье сделать. Хотя, конечно, я не знаю. Ну давай на этого. Призур липкий. Так, а вот этого чё можно тут взять такое? Даже не знаю. Давай сглаз. Хотя это приказ. Костяной сглаз. А типа я в следующий раз могу это взять. Я понял. Всё, да? Ну давай смотреть, как это работает. Не знаю, чё будет. Так, у этого, у этого. Сглаз есть. Ну хотя бы урон у него. Улепетнули, хорошо. Так, шипы он скаудовал. Так, ну хотя бы урон у этого уменьшили, хорошо. Так, еретика дружина. У него шипы тоже. Так, смотри. Давай на этого, разглаз он. Лютая, скорчить, скорчить. Лунные братья. Давай, допустим, защиту себе сделаем. У него 7 урона. Так. И всё, да, получается. Пока больше ничего не могу сделать. Не, давай я костяной сглаз сделаю. И защиту 6. Нет, защиту не буду. Давай тогда грыжу. Применю. Вот так вот. Поехали. Есть. 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 Ой, здоровье-то как мало. Вот это. О-о-о. Этот шипами меня добивает. Понято. Зря я, конечно, сюда попёрся. Он меня добивает своими шипами. Я понял. То есть, вот этого надо бить теперь. Блин. Шипы при получении урона. И сколько эти шипы будут, интересно, у него работать. А у меня нету ни одного, так сказать, этого, который бы меня бы восстанавливал. Давай сюда. Нет, это не так. Еритника дружина, давай. Лунные братья, давай. Хотя нет. Давай вот так вот. Давай вот так вот. Порчу. Можно, конечно, порчу наслать. Что он будет делать? А он здоровье восстановит. Ну, давай попробую, не знаю. Напышность. Так, есть. Шипы пропали. Сглаз. Не, не отменяй. Так, этот здоровье пополнил. Хорошо. У него шипов 30 ходов, блин. Это очень много. Так, ну, грибной хлеб давай восстановлю себе. Порча. Давай ещё на этого колдую. Давай порчу. Давай на этого тоже порчу. Каин. Лютая. Так, у него шипы. У этого ничего нет. В принципе, этого можно ударить. Давай вот этого я ударю. И давай ещё себе. В принципе, сейчас можно здоровье это восстанавливать себе нормально. Ну, такая битва с этими. Это леший меня крутит, вертит. Представляешь? Что творит вообще? На тебе. Ха-ха. Опять шипы наколдовал. Ну, хорошо, что порча, в принципе, от меня отнимает здоровье. И как бы не влияет все вот эти вот шипы там и прочее. Так, он сейчас будет бить меня. 19 урона, кстати. Призор липкий, снижает урон на 1. Хорошо. Сколько? 7? 14. 15. 17. Так, 17, да, говоришь? Ну, хотя бы 2 уже как бы это сбагрил. Так. Увеличить, если горящие травы. Каин. Ну, давай на это вот тогда. Вот так сделаем. Хотя, вот еще бы при Призора бы липкого бы использовать. Ну-ка, подожди. А я не могу его использовать. Так будет 16. А так будет 12, да? Но он уменьшает урон, я так понимаю. Ладно, щуку-белугу использую. Ну, давай горящие травы использую. Давай вот так вот. Хочешь, хоть здоровье пополняем. И то хорошо. Сколько у меня? 13. Так, ну, ей здоровье отнял. Ну, ничего страшного. Так, еще пополняет здоровье, смотри, гад. Этот под сглазом сидит. Ничего, сейчас мы их нормально. Так, сглаз давай теперь на этого колдуем. Сглаз вообще прям хорошая тема. Прям нормально меня так защищает, только в путь. Так, зачертить один урон у нас будет. Так, призора липкого давай, ключ. Давай на этого этот без шипов сидит. Так, хохорь. Каин складное. Ну, давай вот так вот сделаю. Давай вот так вот. В принципе. Сколько там? Четыре у меня. Ну, не буду уже больше брать. Давай. На тебе. На тебе. Здоровье, кстати, восстанавливаем. Хорошо. И сглаз еще отлично. Вот сглаз пошел. 14 и 17. Ну, в принципе, должны добить скоро. Сколько у него там еще? Получается, порча накладывается столько же, сколько осталось ходов. Ну, да. И регенерация. Столько, сколько осталось ходов. Отлично. Я понял, как это работает. Наконец-таки. Так, у него 3. У этого все. 13 урона, смотри-ка. Вот. Костяной. Так, у этого что? Сглаз, да? Давай удваиваем сглаз. Уроки. Так, у этого урона нету. Слабость давай на этого. Биеница лютая. Зачертить, естественно. Давай этого возьмем. Так, хохоль. Ну, давай вот на вот этого. На вот этого, раз у него нету ничего. 8 у меня. Давай, восстанавливай. На тебе. 29 здоровья, кстати. На тебе. 2 урона. Хорошо. Хе-хе-хе. Ну, нормально бьем их. Все получает. Еще бы порча бы появилась, чтобы этого добить уже. Шипами он там сидит. Так, море, глубина. Давай вот этого добьем. Добьем, да? Хотя это больше и не надо. Подожди. Каин, так, хохоль. Нету, смотри-ка. У него шипы, они меня добьют, блин. Надо как-то без шипов его добивать. Хе-хе-хе-хе-хе. Горящие травы. Ну, давай, допустим. Лютая. Но этого убьют. Давай себе защиту возьму. Давай. Здоровье восполняется. Отлично. Получается, чем их больше, тем лучше. На, есть. Один испарился. Мне теперь надо, чтобы эти были. Порчи всякие были, да. Потому что у него, блин, 45 шипов. Это очень больно. Где у меня там? Давай призора липкого. Каин. Убиенеца. Во, порча. Отлично. Все, мы порчу. Подожди-ка, вот так вот сделаю. И порчу. Все, давай. Ну, лунных братьев я не буду насылать. Давай. Давай, четыре порча. Молодец. Сейчас мы должны его убить. Да, давай, убивай. Есть. Ух ты, новые слова. Бабушка Яга. Ветительство приказа плюс два. Чур. Поглощает следующий негативный статус. И слово набожное. Увеличивает богостерение в начале ухода на один. Кстати, классный. Смотри-ка, карты. Ну, давай. 600 опыта. Пошли дальше блуждать. Так. Бурелом. Старые сосны. Переплетение ветей. Ну, давай. Не разглядеть ничего. В этой чаще. Словно, двинулся кто-то межветок в путь. Я буду ходить. Мне пофигу. Все, ходим по лесу, блуждаем. Вы плутаете среди притихших в дымке елей. Все деревья кажутся одинаково враждебными. Они плетут неведомые заговоры шепотом своих ветвей и все глубже утягивают вас в бездну лесной чаще. Вы оглядываетесь. Кажется, за вами кто-то следит. Ну и пускай следит. Так, старые сосны. Кажется, на этих деревьях кто-то ленты повязывал красные. Они мне помогут дорогу найти. Значит, сюда и надо идти. Точно. Где былички, там выход. На одном из деревьев вы замечаете красную ленту и устремляетесь к ней. Она истерта временем и изъедена червями. Только вы дотрагиваетесь до трухлявой ткани, как она распадается на части. Однако впереди виднеется еще одна лента, а за ней еще одна. Похоже, они указывают вам путь. Давай читать. Как из лесу-то выйти? Если слово плохое сказал в лесу, лишак может осерчать и тропку украсть. Будешь тогда ходить маяться, пока не извинишься. А вот парень у нас один смышленыш, как понял, как что лишак по лесу водит, взял, да всю одежду наизнанку вывернул. И вышел к деревне сразу. А еще сапоги можно переобуть. Правый на левую ногу, а левый на правую. Но лучше не говорить слова-то плохие. Не любит этого лишак. Да и никто не любит, поэтому ты тоже слова плохие не говори и не используй. Так, смотри, непроглядная дымка. Чувствую, где дымка непрогляднее, там и дорогу нужную найду. Странные деревья. Эти деревья выглядят словно живые. Выворочная ель. Господи, какую огромную ель корзуй завалил. Аж издалека ее ветки видны. Ну, что-то я не знаю, куда идти. Странно, что... Ну, может быть, воспользоваться советами. Хотя, что-то как-то, ну, в путь. Непроглядную дымку пошли. Хотя, мне кажется, это сомнительное мероприятие. Ну, зачем я туда пошел? Вон он стоит, этот придурочный. Фига себе он там. Подожди, не говори плохие загоры. Да, вон он, типа, стоит. Так, ну, мы трав тут наберем. Я думаю, он не против. Я думаю, он мне сейчас скажет, предъяву сделает за бесом обойти стороной. Да он и так меня знает. Давай обойдем его стороной. Хотя, какая у нас там, слушаю, это печать-то следующая. Еловая печать. Ну, что-то, мне кажется, с ним открывать и придется. Я не знаю, как правильно. Давай обойдем. Наверное, зря мы пошли в обход. Я не могу плутать и дальше. Так можно и навек тут остаться. Надо успокоиться и подумать, что я могу сделать, чтобы дорогу найти. Так, вывернуть одежду, мы с вами уже прочитали. Так, есть один способ. Одежку надо перетряхнуть, да на левую эту сторону сделать. Тогда и черт водить перестанет. Вы раздеваетесь. Туман пронзительным холодом обступает со всех сторон. Вы быстро вытряхиваете одежду, затем выворачиваете ее наизнанку, одеваетесь и смотрите вверх. Нечистая сила исчезла. Только хлопки разносятся по лесу. Видимо, можно было и по-другому здесь загадку-то решить. Кстати, интересно, тут какие вариации есть. Туман постепенно отступает, и в отдалении вы видите деревню среди леса. Ее обступили ели и сосны. Однако, похоже, в этом неприветливом месте все-таки живут люди. В некоторых окнах видны горящие лучины, а из труб ползет дымок. Впереди на старом пне стоит пара странных сапог с синим отливом. Подожди, взять сапоги нет? А что нам говорили? Можно в лесу что-то брать? Нет? Вы забираете необычную обувь и отправляетесь к людям. Кожаные сапоги странного цвета, сплошь покрытые растительными узорами, стойкость к статусу порчу. Вот это полезная тема. Так у меня уже места не хватает для всех этих вещей. Нифига деревня, нифига дом, повторяй, стоит прямо кривой такой. Так, куда пришли? Вы добираетесь до деревни. Кажется, что гудящая тишина леса здесь отступает, хоть сосны и расположились вплотную к избам. Жизнь тут течет своим чередом, несмотря на то, что многие дома стоят заброшенными. Вы замечаете на улице охотника и окликаете его. Помогай, Господь! Бог в помощь! Погоди-ка, ты новая что ли? О-о-о! Хе-хе-хе, Ефим! Хе-хе, вот так встреча, вот так встреча. Эй, народ, Марфа, дома ты? Глядите-ка, еще одну лес честной вывел! Что это за деревня? А нельзя это, немзинские мы, да и ты теперь тоже. Надолго, думаю, надолго. Расскажи про деревню вашу. Она теперь и твоя, Пермятская это деревня. Мы тут язвенцы, до русских есть часть. Я так, может, Пермяк худой, но два языка-то знаю. Да че про немзю-то скажешь? Пашин слова не скажем. Соли только мало, не как раньше-то. Что значит, надолго-то я тут останусь? А вот так. Лес честной нас держит. Не пускат никуда. Уже и со счету сбился. Сколько лет так сидим? Как никуда не пускает? Ну, тут у нас и лес просторный есть, и поля. А че хошь? Ну, идешь далече, если все, туман. Не пускат. Плутаешь и обратно выходишь. А если одежку? Да все перепробовали. И с молитвой, и с переодеваниями-то. Сейчас уж смирились. Сколько прошло? Несколько лет. Не сосчитать уже. Такая мгла, наоборот, да? Леший не только меня выводил? Аккуратней поминай то. Не только тебя ворса привел. Хватат где-то. Плутала ты. Верса. Леший. Так же известен как Верса. Наименование коми-пермяков. Духи хозяева лесов, частые лугов и полей. Они повелевают погоды зверями, обитающими в этих краях нечистью. Охотники и пастухи вынуждены уживаться с лишим ей помощью подарков и договоров. Потому и попало. Недавно извозчик один тоже пришел. Завел его к себе лес чесной. Извозчик это наш, наверное? Ну, теперь-то и ты с нами поживешь. Ночлег. Я весь день по лесу хожу. Из сил выбилась. Несколько изб заброшенными стоят. Ночуй где душе угодно. Вон в ту избу иди. Там никто сейчас не живет. Так ладно, пора мне заболтаться. Не поймаю ничего. С разговорчиками-то. Ага. Завтра зайду, проведаю под утро. Спасибо тебе. Меня Василисой зовут. Ну, а я Ефим. Иисус тебе подбок. Ну, хорошо. Так, это новая наша локация. Станция. Хорошо. Затерянная деревня. Так, а и посетители пришли. Так, опять перстни с чертями чужих приехали, что ли? Ну, ё-моё. Иди-ка обратно. Кто там? Главное, вот все потерялись. И прошка потерялся. И все потерялись. А вот эти вот черти, блин, поганые. Нифига. Короче, вот этих я двоих буду отправлять. Давай. А эти пускай сидят. Что поделать? Пускай мучают. Так. Вот эти сапоги. Порча. Не может быть под влиянием статуса порча. Наносит один урон в начале, игнорируя. Интересная штука. Может быть. Вот с глаз мы не можем под с глазом быть, да? В принципе, хорошие у нас такие навыки. Вот это мне не нужна речная раковина, так или иначе. Потому что у меня молитвы хорошие такие. Не хватает у меня. Не хватает. Такие прекрасные эти. Фотографии я зачем-то Соливару до сих пор ношу. Ну ладно. Так. Черная книга. Это у меня получается уже из волчьей печати у меня есть карта. Так. Какую взял-то я? Вот. Бабушку-югу взял. Угу. Ветийство. Хорошая карта. На два увеличить приказов. За место чего бы ее взять, правда бы. У меня что тут такое есть, чтобы можно было заменить. Ну вот эти карты все прикольные. И летучие используются. Вот это уже. А нет. Надо вот это убирать. Лунные братья. Лунные братья. Авели. Хохари. Каин. Лишак Хоровей. Михаил. Архинстрантик. Скорчить. Биеница. Никого да Егор. Михаил Воевода. Грыжа. Верным утверждение. Оберег. Руки. Каркуша. Ну я вот не знаю, что убрать, если честно. Мне как-то все нравится. Ладно, посмотрим. Посидите ли давай. Пришел. Смотри сразу. Проснулась. Вот тебе баба передали пельменей. Да молока к рынку. А завтракай. Ну это он такой стоит выбиться, смотрите. Да к че. Ты из на таких ведь. Так? Я Филимон. Пастух тут. Я вчера-то не понял сразу. А книгу у тебя приметила Марфа. Так мне и сказала. Да и я приметил. Че ты? Я пастух тут. Так тоже знаткой. По-своему. Не лезь поперек старшова-то. Погоди. Дай я расскажу. Я сам охотник. А еще знаткой. Всегда по-доброму с лесным хозяином-то. Но мы тоже. Ага, конечно. Грамоту-то давно писал. А не твое дело, Филька-дак. Отчего мой карабин-то ронкий, а? Ронки-метки. Я, может, и знаю кое-что. Почему спрашиваете-то? Деревню вызволить хотите? Эх, да что деревня. Думаешь, плохо нам тут живется? Да может, и хорошо, что мы тут. И Филимон так говорит всегда. Дед воров рекруты не уводят. Бари не лютуют. Да только в армии паек. А на деревне голодно бывает. Но все же лучше на волю. Эх, мечты. Да не в том дело. Пропадает лют у нас. Каждый месяц божий человек уходит. Так и деревня не останется. Деревня редеет на глазах. Нашему брату все клин до полка. И вот на днях-то пропала баба одна. Да к нас вот со всей деревни позвали тебя просить отведывать ее у леса. Ну правильно, без баб-то что они делать-то будут? Так, ну-ка деревня. Почему нельзя какой-то скрытой у вас стало? А без его знать. Сглазил кто, наверное. А че с деревни-то? Ее всю ворсу утащил. Вот так вот быват. Сами мы ничего не понимаем. Бес с нами не говорит. А раньше-то часто общались. Да ты. Каждый месяц пропадают, говорите? Да. То угла на лесобой заберет, то бабку какую. Хоть мы и не ругаемся-то сейчас почти. Некоторые бабы так вообще молчком ходят. Лишь бы не проклясть. Да что-то не помогает. Кто пропал в этот раз? Галина. Хорошая баба была. Так вдова только. Мужа еще года три как умыкнул лес честной. Проклял кто-то. Ну, лес, может, сам взял. Ну, какие-то неуверенные совсем за дело. Отведаю бабу эту. Ну. Может и поговорить удастся с бесом лесным. Узнаю, что он тут у вас. И я так понимаю, мы и пятую печать откроем. Ох, спасибо, матушка. Век за тебя молиться будет. Хорошо. Возьми вот водки полштофа до хлеба. Задобришь его. Ростынь Марьевская тут неподалеку. Я бы сам отведал. Да он и со мной не говорит. Пастухи. На открытых лугах и полянах нужен был пастух. Если стадо было большое, пастуха нанимали или со своей деревни, или звали из соседней. Пастухи были профессионалами, нередко из числа колдунов или знатких. Они могли собираться на весенних ярмарках. Тогда их и нанимали там. Все лето пастух был одной из самых важных фигур в деревне. Он жил в пустухе, еще избилили в семье, где его кормили и поили, чинили одежду, ухаживали за ним. Если пастух был еще и сапожником, он за отдельную плату обшивал семью обувью. Платили ему на уровне кузнеца. Ну, такой вот пастух ты, смотри-ка. И с тобой вряд ли будет. Ну, посмотрим. Бог в помощь. Так, еще кто-то пришел. Идут такие. Ой, матушка, здорово. Так чё тут делается? В деревне проклятучей. Уж ты, избавительница, выведи меня на волюшку побыстрее. Успокойся, мужик. Так я только прибыл. Как ты? Я с верхней Звенского ехал. С товарищем угостились, я и отправился домой. Черт, дорогу скрыл. Лешить-то в эту немзю проклятущую увел. Потом конь встал. Меня из телеги выкинуло. Не угощался бы больше меры, дома бы был. Это верно. А ты, как оказалось, тоже угостилась лишка? Ты чё пришел-то? За жизнь поболтать? Ой, да про телегу я. Чё было, не помню, но там товар у меня остался. Да и коня надо вернуть. Я боюсь к телеге идти-то. Она к югу тут у дороги должна быть. Ладно, мимо буду, загляну в твою телегу. Спасибо тебе. Вот тебе ягодь в дорогу. Хоть какая-то польза с этого леса. Хорошо, давайте в путь и будем сохраняться. Так, смотри-ка. Основное задание. Отведать Галину и дополнительно, знаете, введут товары крестьянин. Давайте, наверное, я сюда сейчас хожу и сохранимся здесь, если будем заканчивать. Разросшийся лес. Крестьяне не успевают с лесом бороться, а растет как попало, судно-хозяина у него нет в путь. Ну, водяной уже был, теперь, видимо, царство леса. Все. Сохранилось. Из этого места крестьяне часто ходят на свои поля, и поэтому нечисть любит прятаться здесь между разлапистых еловых ветвей. Так и сейчас вы замечаете нескольких бесов среди деревьев. Ну что, подеремся? Ладненько, давайте подеремся уже в следующий раз. Как раз начнем новую локацию с нового изучения. Подписывайтесь, ребята, комментируйте, ставьте лайки. Мне этого очень и очень не хватает. А с вами был Чердак Норбул. Увидимся в следующих сериях, играх, стримах. Будьте здоровы. Все, всем пока-пока.